Оппозиционная Центрийская партия, конечно, не могла обойти вниманием предстоящие выборы в президенты страны. Все ожидали, что выдвинет свою кандидатуру Эдгар Сависар, но сегодня в нашей утренней студии мы приветствуем другого претендента. Это Майлис Рэпс. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот, наверное, один из самых главных вопросов, который волнует общественность. Если Эдгар Сависар все-таки решит, что он хочет стать президентом и кандидатом в президенты от Центрийской партии, вы откажетесь от своего желания или нет? Ну, мы как Центрийская партия выбираем, ну, кандидатуру президента или поста, кто будет на поста президента в нашу сторону 11 июня. И тогда мы собираемся, тогда мы решаем. Будет Эдгар Сависар в этот момент решить, что он будет кандидат? Конечно, я буду один из кандидатов сейчас. По-моему, у нас будет три или четыре, если не больше. И тогда 11 июня мы решаем. Вы уже общались с самим Эдгаром Сависаром по поводу того, что вы претендуете на пост президента? Ну, у нас был такой официальный разговор, потому что мы все собирались, чтобы генерального секретаря выбирать. И, ну, там был один из разговоров. Но, конечно, такого личного, длинного разговора он пока не решил. Сегодня говорится о том, что одна из самых важных задач, которая стоит перед президентом, это задача сплочения нашего общества. Вы с этой задачей согласны? И какие бы еще вызовы для будущего президента вы бы отметили? Ну, я думаю, что мы ожидаем. Мы ожидаем, что вот этот президент, кандидат президента и будущий президент был бы человек, кто может объединить общество. Потому что здесь есть в Эстонии, есть разные общества, есть люди, которые живут в деревне, в столице, есть разные вопросы. Есть вопросы, которые получают побольше зарплаты, поменьше зарплаты. И, конечно, есть эстонцы, есть русскоязычные люди. И президент должен быть человек, которого все могли сказать, это наш президент. Ну, наша страна внутри испытывает различные проблемы. Тем не менее, мир тоже дает свои вызовы, которые нужно решать, и которые так или иначе влияют на дела здесь у нас в Эстонии. Вы, как претендент в кандидаты на пост президента, что вы видите для себя наиболее важным? Внутренние проблемы или все же внешняя политика? Ну, внешняя политика, конечно, надо посмотреть в целом. Это, конечно, есть один из такого вопроса, чем кандидаты президента и будущий президент. Надо знакомиться, надо работать. Я, конечно, могу сказать, есть много таких возможностей у меня в последние 10-12 лет. Но, конечно, специально надо посмотреть, чтобы президент был опытный человек для внутренней политики. Потому что сейчас, в последние 10 лет, у нас был президент очень хороший президент для внешней политики. Но могла бы сказать, что меньше видно внутри в Эстонии. А как президент мог бы влиять на эту внутреннюю политику? Ведь, согласно Конституции, у него не так много именно полномочий для того, чтобы участвовать в внутриполитической жизни. Он может высказывать свое мнение и, пожалуй, на этом его полномочия заканчиваются. Президент есть такой возможность. Если он или она кого-то звонит, кого-то спрашивает, кому-то встретится. Президент есть такой человек уже, или, мы надеемся, будет такой человек, которым все слушают и слышат, он сам или она сама. Что еще? Я думаю, как президент, я точно буду делать такие, что было очень много советов. Например, у нас есть очень сильные вопросы и очень серьезные вопросы. Но сельскохозяйство, например. Надо делать сельскохозяйственный совет. Сидеть, спрашивать. Молодежный совет. Зачем вы уезжаете? Какие у вас проблемы? И можно специалистов назвать, опытных человек. И президент должен быть таком человеком, который посмотрит, он же или она не будет партийный человек, что у нас будет через 10 лет, 15 лет. Потому что все партийные люди, конечно, мы посмотрим, что будет в следующем выборе. Это будет уже через код. Конечно, это натурально. Посмотрим, что будет через 6 месяцев, 10 месяцев. А президентам есть такая возможность посмотреть не только 5 лет, но 10-12 лет. Не будет ли создания многочисленных советов просто имитацией бурной деятельности? Поскольку все-таки законодательная власть у нас находится в другом месте. Президент имеет только представительскую власть. И, в общем-то, собираясь на эти советы, люди будут просто что-то обсуждать. И это никуда не уйдет и не принесет практической пользы. Есть практические пользы. Например, если бы как кандидат в Центрической партии, я имею в виду, что президент должен быть человеком, как объединение. Это и русскоязычные люди. Если бы был совет, где... Ну, название было бы точно русскоязычный совет. Не мультикультурно, как все время говорят. И там был точно вопрос, зачем у нас в Эстонии так, что есть разные общества. Люди друг друга не слышат, не слушают. И президент может быть таким человеком, который не только встретится и говорит, но точно идея есть, что может дать общество какой-то там используя, какую-то цель, чтобы вместе работаем. И эта возможность точно есть. Это не законопроект, да, есть. Но, конечно, можно, например, президент может начинать, чтобы конституцию меняли. Выбор народа, например. Я бы делала это первым, чтобы народ мог в следующий раз выбирать президента. В Центрической партии это попробовала уже почти 5-7 раз, но сейчас мог это делать президент. Потому что, что случилось 5 лет назад, что народ даже не заметил, что было выбора в парламенте, это точно нельзя. Ну вот, собственно, 80% респондентов опроса Постимес вообще не интересуются выборами президента, потому что считают, что от них ничего не зависит. Но и правда, 68 депутатов выбирают некую политическую фигуру, о которой заранее договорились. Не становится ли пост президента просто разменной монетой в политической игре тех партий, которые находятся в парламенте сегодня? Ну, я могу сказать, я была после вчера в Селеме, вчера я была в Нарве, и там тоже идея была, чтобы над народом общаться, чтобы люди тоже чувствовали, что вот у нас сейчас есть выбор, что вы хотите, какую президента, какие вопросы вам интересуют. И там тоже был такой вопрос, ну а зачем мы? Мы же не будем выбирать, у нас вопрос очень, в принципе, бессмысленно. Но после встречи там час-полтора все согласились, что вот такую кандидатуру, которая приедет, спрашивает, точно надо. Что президент может делать для этого? Это много. Это точно, как я сказала, это будет человек, который в внутренней политике может быть таким непартийным людям, потому что надо колоссов в Риге-Когу 68. Это значит, этот человек должен иметь возможность говорить всем политикам силам, и ЭКРАМ, и реформистам, и Центрической партии, и так далее. Спасибо большое Майлис Репс, депутату Риге-Когу, которая рассказала о том, как она собирается претендовать на пост президента. Сейчас в эфире нашей передачи. Переходим к музыкальной паузе.